Ветеран Великой Отечественной войны Борис Фёдорович Редько принимает гостей. В преддверии Дня Победы визит к нему доказательство. Никто не забыт, ничто не забыто. Поздравление и подарки от района администрации. От Мозорского мецената Воскана Чабаняна, от военного комиссариата. А на Кителе, увешанном многочисленными наградами, появится ещё одна медаль. Сказать огромное спасибо за ваше мужество, стойкость. Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого хорошего. И наградить вас юбилейной медалью 80 лет освобождения Белоруссии от немецких фашистских захватчиков. Борису Фёдоровичу 96 лет, но войну он помнит в мельчайших подробностях. Вы знаете, голод, холод. Всё, всех мужчин, а мы на Урале жили, всех мужчин забрали в армию. И лошадей, и машин, всё, женщины заменили. И мы подростки стали уже на взрослый путь. На жизнь учила сама, что. Это даже карточная система. Вы знаете, как мы жили? 200 грамм хлеба мне на сутки давали. Понимаете? И мы никаких претензий к государству не имели. Наоборот, работали, выполняли всё, чтобы для фронта было. У всех такая была, значит, мечта у людей. Быстрее, если мы будем больше давать для фронта, значит, быстрее закончится война. Ещё один поздравительный адрес находится на бульваре юности. Здесь вместе с супругой живёт Юрий Владимирович Бабанов. Юрий Владимирович своими глазами видел и переживал все ужасы блокадного Ленинграда. От имени Мозорского районного исполнительного комитета, районного совета депутатов поздравить вас с праздником. Выразить огромнейшие слова благодарности за то, что вы сделали, за мирное небо, за то, что сегодня наша Беларусь самая лучшая, красивая, развивающаяся, процветающаяся. Мы здесь хотим все жить, чтобы наши дети жили. С праздником вас! Мира, добра, радости и счастья. Председатель общественного объединения Белорусского союза блокадников, проживающих в Мозоре, Нина Ивановна Савельева, с радостью встречает гостей. Тёплая беседа, пожелания и, конечно, подарки. В поздравительном марафоне ветеранов Великой Отечественной и всех, кто видел эти трагические события, кто выжил и кто победил, уже на протяжении нескольких десятков лет участвует мозорский меценат Воскан Чабанян. Для Воскана Айказовича это дело чести, в память об отце. Это долг памятью моего отца. Он в 41-м ушёл, в 45-м пришёл. Он сегодня на небесах. Поэтому воспоминания о нём мне душевный порыв делает, чтобы я по мере возможности помогал этим людям, благодарил их за победу. Они это заслужили. И нам не хочется, и мне, и вам, и нашим детям, внукам, правнукам, что те невзгоды и страдания, которые они перенесли, что перенесли наши родные и близкие. Поэтому это священный долг. Я считаю каждого человека низкой поклонницей им, которые сегодня живы, здоровы. И всегда помнить те, которые ушли в небытие, на небеса. Вот. Поэтому это моя традиция уже много-много лет, больше 20 лет. Пока я буду жив, эта традиция продолжаться будет. Уже на следующей неделе мозыряне вместе со всей страной будут праздновать День Победы. А пока поздравительный марафон набирает обороты. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.